друзья привет портфель продолжает уверенный рост рынок чуть-чуть тоже сегодня вырос и вот обратите внимание вот мне задают такой вопрос типа антон а чё типа у вас просел портфель он же живой этот портфель он вместе с рынком дышит где-то растет где-то падает он не может все время расти как и рынок не может все время расти просто суть в чем что на росте рынка он растет быстрее на падение падает медленнее и за счет этого он здесь не прям каждый день а если допустим взять месяц падения там месяц роста там ли какой-то период то рынок очень хорошо портфель очень хорошо обгоняет рынок если вы посмотрите на индекс мосбиржи он сегодня на уровне чего на уровне января двадцатого года прошло уже почти четыре года а рынок не вырос понимаете конечно он принес чего-то там дивидендами ну и чё это куром на смех он примет дивидендами кстати вот вот этот портфель там я не всегда под дивиденды продаю если компания минусе и не продаю в дивиденды получаю дивиденды я даже не учитывать дивиденд так так настроена что на карту приходит но не рекомендую так лучше реинвестировать конечно ну просто я как-то даже не воспринимаю это как доход так приятная приятный до если есть компания там и с ней еще надо поработать и она на дивиденды остается да ладно получу и дивиденды и и так заработаю скорее всего по черкизов так и будет потому что он пока в небольшом минусе через не буду в минус продавать перед дивидендами придется получить дивиденды придется мне в эти дивиденды знаете кто-то собирает дивидендный портфель как квартиру сдавать да это спокойно но доходность наложенный капитал какая я вам говорю вот сколько сколько принес индекс мосбиржи дивидендами за четыре года потому что ростом ничего ничего на сколько 7 процент ерунда как банковский вклад другие времена поймите другие времена вот некоторые сейчас пишут что рынок наш он долго рос и в связи с этим и в связи с определенными с определенной совокупностью факторов ожидать от него дальнейшего роста весьма сложно да пофигу мне вот честно нельзя ожидать роста даже все равно зарабатываю понимаете он будет вверх он будет вниз он будет вверх он будет вниз кто-то говорят ты спекулянт да называйте как хотите я не за деньгами сюда пришел они чтобы у меня висела в туалете грамота какой-то там инвестор девочка как недавно там одна говорит а я вот сходила обучилась мне учебник дали я говорю бабок заработал нет бабки зарабатывать и сюда пришел да я рассматриваю эти компании в долгую до в долгую намного-много лет вперед но зачем мне вот допустим там тот же газпром да зачем него просто купить и держать и гордиться что я инвестор газпрома я на нем зарабатывать пришел они гордиться тем что я его инвестор просто выбираю компании которые на в определенном которые интересны в долгую прям в долгую намного-много лет вперед и у которых возник потенциал роста в среднесрочной перспективе и в краткосрочной перспективе когда этот потенциал роста возникает тогда и покупаю растет рынок падает он вообще не вот за четыре года вообще не вырос как я заработал на нем бабок в пиратах вообще ну давайте ваши вопросы и это не спекуляция кто-то говорит ты слишком типа вот знаете это такая грань иллюзорная между инвестициями и трейдингом отличается лишь грубо говоря срок удержания вот кто-то говорит там три года держать это инвестор да это инвестор а два года ну да это инвестор а допустим купить продать а потом опять купить инвестора не знаю суть в том никакая разница как как это все называть суть в том чтобы сделать деньги с фондового рынка вы здесь за этим здесь вы за этим чтобы бабки делать они чтобы там оказаться кем-то перед кем-то перед кем вы детей чем будете кормить регалиями своими и дипломами учебниками перед деньгами я выбрал для себя стратегию активного инвестирования с периодическим входом вы это это не то что я там зашел и вот я там отработал позицию все забыл про нее да нет я веду ее годами просто где-то захожу это выхожу захожу где-то выхожу но я веду ее годами там тот же сбер у меня много-много лет он в портфеле просто периодически захожу периодически выхожу и все да сейчас очень много вот этих вот как как рост рынка так всякие вылезают эксперты с рамом за место за несколько лет или там кто-то мне там скинул вчера этот даже смотреть не стал типа смотри сколько я заработал какой-то сделки да мне пофигу поймите это не играет вообще никакой роли сколько вы там заработали с какой-то там сделки играет роль сколько какая у вас доходность среднегодовая по портфелю а то что вы где-то сделали там сто процентов а где-то слили сто процентов да какая разница если по итогу года портфель около 0 тусуется в этом вообще нет никакого смысла вот эти вот это как и игроманы которые говорят я там или там ставочники я поставил сделал столько то прикинь а сколько ты всего всего в минусе ну какая разница если нет системы поступательно поступательного извлечения прибыли с фондового рынка да это вообще без разницы все там что-то гадают обои нашел точку входа сейчас я сделаю кучу бабла там такая ерунда играет роль стабильный доход а как он может быть стабильным если ты где-то денег много зарабатываешь а где-то режешь лосей и чё это давайте к вашим вопросам интересует ваш взгляд на сбер сегодня он конечно подрос но вот выгодно ли его сейчас продавать но вот опять же да откуда я знаю какая у вас стратегия когда вы его брали сколько у вас уровень кэша в портфеле какая у структура портфеля сколько у вас других компаний сколько всего сбера стратегии активного инвестирования одно в долгосрочное другое в активной 2.0 другое в пиратах третье людям прежде всего нужно нужно определиться с общей стратегией инвестирования много чему учат мультипликатором показателям там даже расчетов точкам входа учат анализу компании а общей стратегии общей стратегии даже всё это имея но не имею�ей стратегии это не имеет никакого смысла ваш взгляд на сбер сегодня что значительно мой взгляд на сбер сегодня в долгосрочной перспективе да сбер очень интересен он он прям очень крепко у меня в анализационном рейтинге среднесрочные перспективы тоже в краткосрочной перспективе возможно у меня он сейчас есть Но, возможно, скоро буду сдавать Ну, пусть чуть-чуть подрастет Это лично, как я ваш вопрос понимаю Следующий вопрос Антон, добрый вечер Ваше мнение по софтлайну Перспективная акция проходит в допы Нет, в допы он не проходит Он проходит в третий список Кандидат в допы У меня три списка Это инвестиционный рейтинг Самый главный Это допы И это кандидаты в допы Софтлайн он сейчас кандидат в допы То есть Это что значит? Это брать только при Очень там сильной просадке И брать мало Поэтому Будет ли он Будет ли он у меня в допах? Возможно Я пока за ним слежу Ну, весьма вероятно Что в допы я его включу Следующий вопрос Ну, как раз вот Здравствуйте А сколько у вас компаний в ИР В инвестиционном рейтинге? В инвестиционном рейтинге Какие-то компании туда добавляются Какие-то там старожилы Которые вообще крепко сидят Это типа Сбера Роснефть Газпромы Наватайка Экосистемы И так далее Это прямо старожилы Они там много-много лет Они уже в инвестиционном рейтинге Какие-то добавляются Какие-то уходят Вот недавно допустим НЛМК ушел Из инвестиционного рейтинга Вот Вдох и ушел То есть это как Лиги Антон А у вас получается Кэш закончился Раз отрицательная сумма на счете Под какой процент Брокер дает вам Заемные средства Ну, в прошлом виде Довольно-таки подробно Об этом Говорил Пересмотрите Кэш Он Ну, то есть Деньги на закуп Они не должны кончаться Вообще То есть если, допустим В этом портфеле Я определил Что я могу максимум Залезть на 20% в маржу То я комфортно Гуляю на просадке Вот в такой маленькой марже Если вы для себя Определите, что в маржу не входите Вот, допустим Люди, которые ко мне приходят На работу с портфелями Они приходят сначала По активной 1.0 работают И многие так и остаются на 1.0 Кто-то в 2.0 переходит Кто-то нет И вот на активной 1.0 Там То есть Там только на Никаких заемных Никакой маржи Вот только вот На то, что есть в портфеле И у них кэш-то не кончается сейчас Почему у них не кончается кэш? Хотя, допустим У меня кончился Но это 2.0 Тут больше закупки Тут больше Вот грубо говоря Ты сам регулируешь уровень кэш Ты видишь Ты видишь, что он скоро кончится Ты предпринимаешь что-то А под какой процент брокер дает? Ну, в среднем 20% Ну, то есть, грубо говоря Если Сколько мы там сейчас В марже 88 тысяч 88 тысяч Умножить на 0.2 Разделить на 365 То есть, я плачу, грубо говоря 48 рублей За маржу И, то есть Грубо говоря Моя задача С помощью этой маржи Сделать больше, чем 48 рублей Что я и делаю Но это не обязательно Я вам говорю То есть, все, кто ко мне приходят Они вообще Ну Недопустимы маржа Потому что я Говорю, что Прежде чем Садиться за руль Камаза Поезди, пожалуйста На Пежо Первая моя машина Пежо А, нет, не первая Ну, была у меня машина Первая машина у меня Естественно Японки Потому что Первая машина в Москве Я имею в виду Когда я приехал в Москву Я купил себе Пежо 406 Как в такси Помните? Следующий вопрос Вопрос СПО Что это Простыми словами Хотелось понять На примерах Ну, вот По поводу ТМК Что он проводит СПО И самое интересное Я говорю, что он проводит СПО И доп. эмиссию И находятся люди Которые думают Что я ошибся И говорят Что, типа ТМК проводит СПО А не доп. эмиссии Да я не говорю Что он Доп. эмиссию проводит Я говорю, что он проводит СПО А потом в планах У него доп. эмиссия Поймите Ну, вы Очень Честно Раздражает Когда люди пытаются Меня учить Разберитесь сначала Если есть вопросы Я на них всегда готов ответить А если вы Не разобрались И думаете Что я ошибся Ну, разберитесь сначала А потом поправляете На остальном сайте ТМК Все черно-побелом Написано Что Планируется Доп. эмиссия По Результатам СПО По цене СПО Будет она Не будет Это Ну, никто не знает Но То, что Высокая вероятность Этого Это да Потому что Данные Откуда? Не с какого-то блога С ТМК С сайта Вот А СПО Чем отличается Доп. эмиссия СПО Это Когда на рынок Выводятся Те акции Которые уже есть То есть вторичное размещение Само количество акций Не меняется А Доп. эмиссия Это когда Печатаются новые акции То есть доля акционеров Размывается Количество акций Становится больше Вот А зачем люди Зачем компании проводят СПО Ну, как зачем Вот у вас есть бизнес Да Вы решили привлечь средства Вы разместили на бирже Какое-то количество акций Все Потом вы эти бабки взяли И начали работать Все Бизнес растет Акции растут Вы захотели еще бабла Ну, вывели еще чуть-чуть акции На биржу Получили бабла СПО Это нормально Вот Доп. эмиссия Это Не очень хорошая вещь Я Стараюсь не связываться С компанией Которая проводит Конскую Доп. эмиссию Поэтому у меня Допустим Аэрофлот И ВТБ Даже в третий Список не входит Какой смысл Инвестировать в компанию Которая Печатает свои акции Быстрее, чем развивается Это вопрос к ВТБ Аэрофлот И вообще не развивается Еще и акции печатает ВТБ хоть развивается Все равно Печатает акции Он быстрее, чем развивается Он очень стремительно развивается Очень Но акции печатает Еще Быстрее Поэтому Не вижу Никого смысла В такие компании Инвестировать Следующий вопрос Присоединяюсь С благодарностью За обзоры Спасибо Рад Помочь Действительно рад Мне Ну Заряжает Вашу благодарность А если Кто-то там Хочет Попритиковать Зачем Ну не смотри Если Нужен Помощь Пожалуйста Я же говорю Я не блогер Мне эти хейтеры не нужны Что Удаляю И все Мне просто нравится Общаться с аудиторией Я на Ну вы же примерно Можете Посмотреть Доходность По пиратам И понять Сколько Это денег приносит Нет какой-то Большой необходимости В блоге Ну нравится Мне просто Ладно Дальше Антон Ваше мнение Об инвестициях В драгометаллы Золото Серебро Ну Не вижу смысла Зачем Защитный актив Слиток серебра Или золот Если вдруг Что случится А недвижка Что Незащитный актив Что ж Недвижку взять На мой взгляд Она хоть в цене растет Ну Золото Серебро Тоже Растет Типа В цене Но Когда вы Придете Сдавать В банк Вряд ли Они начнут Там Свои Нюансы Поэтому Для меня Защитный актив Это Недвижимость Можно конечно Ну Лично для себя Не вижу смысла Я вот Все Хочу купить Чуть Золото Серебра Но потом Думаю Ну и что Будет он Лежать Что с ним Буду делать Смотреть на него Недвижка Хоть Чуть Чуть Работает Ну Это Лично Мое мнение Все Что Какие вопросы Будут Задавайте Внизу Ссылка На телеграм Канал Там Инфы Побольше Переходите Читайте Всем пока